В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-иллюстративная выставка «Музы не молчали», посвященная 75-летию победы. Подвиг советского народа, бросившегося в силу на победу, стал подвигами тысяч прозаиков, поэтов-журналистов и других деятелей искусства. Из тех, что ушли на фронт в первые дни войны, вернулись немногие. Особенно горько осознавать, что погибли талантливые, одаренные люди, пришло и будущее советской литературы и искусства. Иосиф Уткин, Николай Майоров, Павел Коган и многие другие. На выставке представлен спорник «До последнего дыхания», составленный из стихов погибших поэтов и ноты песен, вернувшихся с войны композиторов. Поэты первые откликнулись на трагические события. В стихах начала войны сочетается трагизм, суровость, гнев. Таковы тексты будущих песен. «Священная война» Лебедева Кумача, песня Смелых, Суркова, «До свидания города и хаты» Исаковского. Но жизнь брала свою. И постепенно во фронтовой поэзии появляются юридические ноты. Надежда, нежность, любовь, дружба, верность. Фронтовая поэзия представлена на выставке сборниками лирики Константина Симонова, Слудского, Старшинова, Твардовского. Военная поэзия дала жизнь такому линию, как фронтовая песня. Песня отличается красивыми запоминающимися мелодиями, оптимизмом и верой в победу. Они поднимали дух бойцов, поддерживали их тяжелые минуты, напоминали о доме и мирной жизни. Они нисколько не устарели, их исполняют до сих пор. На нашей выставке лучшие песни о Великой Отечественной войне. Также в годы войны создавались фронтовые бригады, которые дали более миллиона концертов, иногда даже в перерывах между боями под пулями. Участие в концертах было делом чести. Наступали знаменитые исполнители, актеры, инструменталисты, певцы. На выставке альбомы самых любимых на гонке исполнителей Кладис Журженко и Лидии Руслановой. Так саможительная проникла знаменитые рассказывания, когда говорят «пузы», «пузы», «пузы» замолчают».